добрый день сегодня я покажу как я вязала вот такую панамочку летнюю вяжется очень просто очень быстро крючок у меня был полтора вязалась вот таких вот такой пряжи вязала в два сложения размер шапочки у меня 56 57 донышко вывяжем любым способом по любой схеме этих схем очень много в интернете в свободном доступе такая схема есть такая схема размер донышко в среднем есть табличка в разные таблички тоже не откликается это средний взрослый размер донышко 18 сантиметров потому что там есть таблица 56 размер если вяжете на 56 то размер донышко 17 половины 17 8 вернее 57 18 2 8 58 18 5 но средний как бы больше не отвлекается 18 сантиметров я буду вязать донышко как таковой схемы у меня в принципе нет не нашла в интернете там кусочек фрагмент схемы но немножко переделала на своему буду значит вязать следующим образом у меня хлопок стопроцентный вяжу в две нити и вначале я набираю спочку из шестипедий на 1 2 3 4 5 6 смыкаю в конце и в это отверстие я вот этот который отверстие у нас получилось буду провязывать вяжем 3 воздушные петли подъема 23 четвертую провяжу для арочки и тогда я в это отверстие буду вязать 8 столбиков с одним накидом между ними воздушная петля 1 воздушная петля тоже считать 2 3 петли подъема был 1 2 3 воздушная петля и так далее мы провяжем вот в это отверстие 8 столбиков с одним накидом 8 воздушная петля и мы ввязывали этот кончик и присоединяемся в третью петлю подъема 1 2 3 соединительным столбиком второй ряд мы делаем 3 воздушные петли подъема 2 петли для арочки пропускаем одну вот эту вот арочку первого и в каждый столбик теперь вяжем по одному столбику 2 воздушные следующий столбик вяжем так у нас получится 8 столбиков между ними по 2 воздушные петли 2 воздушные следующий столбик так мы провяжем до конца ряда заканчиваем второй ряд вот и воздушные петли в этом столбике у нас уже есть 3 воздушные петли занимающие за на заменяющие столбик и в третью петлю подъема 1 2 3 присоединяемся далее мы провязали второй ряд 3 ряд 3 воздушные петли 1 2 3 и в первую арочку мы вяжем 2 столбика с одним накидом 2 2 воздушные петли и сюда же еще два столбика с одним накидом далее в следующий столбик вяжем 1 столбик с одним накидом парочку два столбик с одним накидом парочку два столбика две воздушные сюда же еще два столбика следующий столбик столбик вот у нас получается парочку два столбика с одним накидом 2 воздушные петли 2 столбика и следующий столбик провязываем также столбик с одним накидом и так мы провязываем до конца ряда 2 столбика две воздушные сюда же два столбика следующий столбик столбик с накидом и так далее в последнюю арочку также вяжем 2 столбика между ними две воздушные петли и присоединяемся 1 2 3 3 петлю подъема это у нас третий ряд теперь 4 так 4 ряд соединительная петлю вот присоединимся чуть-чуть сдвинемся между группой столбиков соединительным столбиком делаем 3 воздушные петли 1 2 3 4 для арочки и в эту арочку мы теперь провязываем всегда одинаково 2 столбика с одним накидом 2 воздушные и сюда же еще два столбика с одним накидом далее 1 воздушная и делаем столбик вот мы пропускаем 1 2 2 столбика 1 2 1 2 и в 3 вот он 3 посередине вяжем столбик с одним накидом 1 воздушная в арочку вяжем группу столбика из двух столбиков раз и между ними две петли в эти арочки мы всегда будем вязать один и тот же ракорд далее 1 воздушная и в средний столбик 2 пропускаем в 3 средний вяжем столбик с одним накидом то есть у нас должен 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 столбик получаться над столбиком вот 1 воздушная и далее продолжаем в арочку мы вяжем 2 столбика 2 воздушные 2 столбика 1 воздушная после этого и в среднюю вяжем 1 столбик с одним накидом и так продолжаем до конца ряда 1 воздушная 2 пропускаем 3 столбик 1 воздушная и далее в арочку вяжем такой же вот на порт закончили 4 ряд 5 ряд соединительным столбиком перемещаемся в первую арочку 1 2 3 4 для арочки в эту арочку вяжем как обычно у нас два столбика две воздушные до столбика 1 воздушная и у нас идет все время теперь прибавления то есть здесь вот у нас был один столбик теперь у нас между вот этими полосочками которые будут образовываться у нас будут добавляться столбики то есть вот мы делаем сюда столбик 1 1 воздушная и в следующих в следующую арочку между столбиками еще один столбик 1 воздушная ведь у нас уже между этой ажурная полосочка будет 2 столбика так мы будем прибавлять в каждом ряду и теперь делаем парочку как обычно 2 столбика 2 воздушная и 2 столбика вот за счет этих столбиков у нас будут расширяться донышко нашим на воздушные и также продолжаем до конца ряда как бы столбики у нас идут шахматном порядке 1 воздушная один столбик 1 воздушная и далее уже идет у нас образоваться вот такая отдал донышко ажурная полоска так провязываем этот 4 ряд 4 ряд закончили 5 вяжем точно так же переходим в эту арочку 1 2 4 3 подъем 1 для арочку сюда вяжем все время одинаково 1 2 столбика 2 воздушные даже еще два столбика 1 воздушные и далее мы увеличиваем количество столбиков мы можем вязать также продолжать между столбиками сеточкой вот так получится сейчас я вам покажу на другом донышке вот между вот этими ажурными дорожками просто был вязать сеточкой а можно эти столбики вязать сплошным полотном то есть закрывать все эти дырочки вот как я буду сейчас делать во втором донышке своем два столбика воздушная петля сюда мы вяжем один столбик вот между ажурными дорожками я ставлю вот эти дырочки а далее буду вязать уже как бы заполнять полотно столбиками далее в следующий столбик мы вяжем столбик барочку еще один столбик и следующий столбик еще один столбик у нас уже будет не сеточка будет просто сплошной полотной столбиков воздушная петля сюда же в следующую арочку мы еще один столбик вяжем воздушная петля и уже вяжем ажурную дорожку то есть у нас получилось между ажурной дорожки одна парочка 1 2 3 4 5 столбиков и еще одна парочка да воздушная петля сделаем столбик варочку далее вяжем у нас получится 5 столбиков 1 столбик 2 3 варочку 4 столбик над столбиком 5 варочку воздушная петля и делаем здесь сажурную дорожку так мы продолжаем дальше то есть у нас получится я провяжу несколько еще рядовый покажу чем отличается еще раз и так добавляя в каждом ряду по два столбика мы увеличиваем у нас получилась вот такое донышко у меня размер донышка 18 сантиметров как я и задумала кому нужен размер значит вяжем меньше между вот ажурными дорожками получилось на 15 столбиков теперь как я уже говорила что у тебя заполнял эти пространства между жеными дорожками столбиками вот предыдущем донышке у меня пространство между выложенными дорожками сеточка оставлено но это тоже как кому нравится такая такая далее я провязала 4 ряда 1 2 3 4 столбиками без накида теперь я буду делать следующий ряд ажурную дорожку 3 петли подъема сюда же еще два столбика недовязанных получается три столбика с одной вершиной провязываем вместе 1 воздушная одну петлю пропускаем следующую тоже три столбика с одной вершиной 2 3 столбика с накидом 1 воздушная и так пропускаем один следующий тоже то же самое дело и делаем и так вяжем и до конца ряда следующий ряд обвязываем просто столбиками столбиками без накида в каждую нашу каждый предыдущий столбик так не прибавляя не убавляя вяжем до конца ряда следующий ряд вяжем 3 воздушные петли 4 для рисунка пропускаем 1 столбик вяжем столбик с одним накидом воздушная петля 1 столбик пропускаем вяжем такую сеточку воздушная петля так мы провязываем до конца ряда следующий ряд обязываем просто столбиками без накида парочку один столбик и столбик парочку столбик так это прям и провязали следующий ряд мы повторяем так вот этот вот делаем пышные столбики и между ними воздушная петля и так чередуя наши ажурные полоски из пышных столбиков сеточки мы вяжем нужный размер нашей тульи в данном видео у меня туля связана 9 сантиметров но впоследствии я распустила два ряда и в готовом изделии она у меня оказалось 8 сантиметров но каждый вяжет по своим размерам теперь я буду вязать поля прежде чем вязать поля я обвяжу свою панамку изнаночными столбиками без накида тут сделаем воздушную петлю захватываем с изнаночной стороны столбик это конечно не очень удобно будет какой-то кантик укрепленный и так привяжем каждый столбик только не надо затягивать чтобы у нас не увеличился размер панамки таким образом я провяжу до конца ряда эти получаются такой уплотненный кантик с изнаночной стороны еще раз повторяю вводим крючок захватываем столбик обливаемую крючку протягиваем нить провязываем на рубля до конца и так я взяла панамку таким плотным кантиком прежде чем вязать дальше надо ее примерить чтобы она не стены стягивала вашу голову то есть было по размеру и дальше я буду вязать следующим образом буду вязать поля поля в себя же по разному я предыдущую панамку вязала у меня есть на канале ссылку дам одним методом сейчас решила другим методом то есть я прочитала что поля делают в каждом ряду делать 10 прибавок то есть если у меня сейчас 145 метель 149 на 10 значит я делаю прям прибавки в каждую 14 петлю у меня уже получится значит 145 плюс 10 15 петель в следующем ряду значит следующем ряду буду делать каждую 15 далее каждую 16 17 до тех пор пока у меня не получится нужная длина стали 1 2 3 4 5 буду вязать по спирали никаких подъемных петель у меня не сколько ты произвела 1 2 3 4 5 6 пусть сила 9 10 11 12 13 в 14 петлю делаем 2 у нас пошла прибавка и так далее и вяжем так до конца здесь очень просто так что показывать не буду вяжем самостоятельно покажу уже когда свяжу нужную длину полей довязала поля теперь делаем вязку поля у меня получились я вызывала так сначала я планировала вязать каждом ряду по 10 петель прибавок но потом поняла что они будут закручиваться и значит я сделала так с 1 по 8 ряд я делала прибавки каждом ряду по 10 петель 9 14 без прибавок и 15 обвязку для укрепления полей можно было признать раньше шагом ну я решила вязать так ввожу крючок предыдущий ряд и просто обязаны столбики без столбиками без накида не в этот последний ряд на предыдущий тогда они будут лучше держаться получается вот такая плотная обвязка я уже обвязала поля видите как у меня очень хорошо держит такая вязка форму и уже готовая у меня получилось панамка вот такое донышко красивые конечно нет здесь немножко его прищепку поставила сзади потому что у меня манекена меньшего размера на чем я вязала я вязала на 57 58 размер вот такая тулья очень красивая за за из дожорных полосок я уже говорила что на видео у меня туля была связана 9 сантиметров я убрала два ряда сеточки и в итоге туля у меня получилось восемь с половиной сантиметров вся высота шляпки от макушки до полей 22 сантиметра и поля 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 не я не измерила сейчас минуточку измерю поля получились 5 сантиметров но это уже на каждому как каждый вяжет по своему желанию в поля больше меньше вязала как я уже сказала вот из такой пряжи я не знаю у меня нет этикетки на эту пряжу но она по моему стандартная вязала 2 нити и крючок полтора буду рада если кому-нибудь это пригодится заходите на мой канал успехов вам творчестве и до новых встреч